ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Меня зовут Филимонов Борис, и это Видеовынос. Сегодня вы узнаете, что для многих мечтающих о славе рок-н-ролл это, конечно, самая главная цель. Только вот идут они к ней, пользуясь не теми средствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поймете, что брать интервью не такое уж простое дело. Оказалось, что тут можно по записи начать заниматься. Но еще будет много столь необходимой всех и каждому, дурманящей, возвышающей и толкающей на всякие безумства любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да погони, хуй ты столь, что ты! Откирай мне! Быть рок-звездой дико круто. Гитары, барабаны, лапулечки, визжащие наперебой, альбомы, концерты. Привет, Олимпийский! Но путь к рок-н-ролльной славе тернист, и проходят его не все. Но многие пытаются. Нужно знать и запомнить самое главное, что рок-н-ролл это прежде всего боль. Но не только какая-нибудь душевная от потерь и разочарований, но и в прямом смысле физическая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что будущие покорители стадионов начинают готовиться к рок-н-ролльной славе еще в тепличных домашних условиях, под чутким маминым присмотром. Что, не увидели маму? Так вот же она! Ладно, смотрим дальше. И сейчас пора приготовиться к реальной боли. Как я уже говорил, у некоторых рок-н-ролльщиков и у некоторых ВДВшников есть много чего общего. ВДВ! И те, и другие умеют работать головой. Понеслась! Погоди! Все хорошо! Я в порядке! В порядке я! В порядок! Все класс! Угомонись, идиот! Ну, Андрюшенька! Андрюшенька! Ну, вообще, парень молодец! Головушка работает в нужном направлении. Интересно вот только, как он дошел до жизни такой? Андрюшенька, собирайся в школу. Вот тебе бутерброды. Вечером увидимся. Будь молодцом! Рок-н-ролл, старушка-мать! Сегодня в районе восьми вечера никуда не уходи! Я устрою тебе шоу! Я планирую расколоть что-нибудь музыкальное в свою черепушку. Будет круто! Конечно, сынок, ты же у меня самый лучший! Но самое интересное будет дальше, после падения. Ну-ка, быстро поднялся и собрал все щепки, что разлетелись по комнате. Мне кажется, не нужно быть семи пягива у, чтобы понять, что рок-звезда вырубился. всерьез и надолго. Но, видимо, у мамы с головой тоже все в полном порядке, так как пока сын в отключке, она с ним начинает всякие беседы вести. Рок-н-ролл! А еще завтра не забудь вынести мусор, помыть кота, протереть подсвечники, а то бабушка приедет, Андрюша, она по тебе очень соскучилась. В общем, все счастливые, семьи счастливы, одинаково. А каждая семья безумцев интересна по-своему. Папа дома? Он в путешествии исследует горы. Он давно уехал. Горы исследует, да? Долго собирается исследовать? До следующего года. Да? А мама где? Она живет в доме Бога вместе с Иисусом, Марией, Святым Духом, Длинноухим Ослом, Иосифом и Говорящим Орехом. Так, кто за тобой-то смотрит? Бабушка. Да? И как ее зовут? Бабушка. Брать интервью не такое простое дело, как может показаться в первый раз. В процессе могут случиться всякие ни от кого независящие оказии. А зачем пришла у меня одноклассники привели посмотреть на животных, но оказалось, что тут можно по записи начать заниматься. Это гениально сейчас было. Вот это он дал газу. Зато сколько радости это было в конце. Наверное, очень долго в себе держал. В целом, запороть интервью это проще простого. Бывают, что люди сами дают не очень как бы развернутые ответы. Как в Алекте живется? Вообще за***ь, бля. А... Когда на куле все попьешь еще что-то, бля, вообще так нравится. Ну и куда, милок, прикажешь приткнуть твои слова? В рубрику «Я люблю свой город»? Да не знаю, как... В общем, это дикая удача, если во время интервью никакой осел воздуха не портит. Ну и если собеседник выбирает более-менее цензурные слова. Но в случае с этим интервью лучше бы там, наверное, был табу на слов и банда сапожников-матершинников. Я бы сказала так, не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... С учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не... Это не человек не должен понимать подарок расценивать. То есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения. Что она несла? Что творится у нее в голове? А если это интервью попадет на ТВ? И если, может быть, его посмотрит какой-нибудь буйный телезритель, у которого работает всего лишь один телеканал? Он же может и дел всяких натворить. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Идиотка! С учетом того, что если я хочу делать подарок, я повторяю, да? Я бы сделала таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это... Я тебе тостик в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом... Как она вообще существует? Как она живет такая глупая? Она же мелит бред, и это реально какая-то несвязная околесица. Ее же давно уже могут прикрыть в заведении, где бесплатно дают белые рубашки, ну, которые на спине завязываются. Она же не выживет в людском обществе. Ей же не по силам будет даже в магазине объяснить, что она молока хочет купить. Да что там молока, можно же и без него. Но туалетной бумаги-то она тоже не купит, а без нее уже реально никак нельзя. Пожалуйста, помогите ей, спасите ее кто-нибудь. Может быть, вы, господин полицейский? Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия все. Ну, или, может быть, вы, сеньор чиновник? Содержание, вот это содержание, ну, оно содержание идет, содержание. Все, надежды больше нет. А сейчас настало время для любви. Нет, 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 стоп, это же не значит, что вам нужно прямо сейчас, ну, или потом сразу обязательно, хотя кому-то, наверное, вообще никогда. Да, ну, в общем, вы поняли, о чем я. Но сейчас не об этом. Сейчас об этом пьянящем, великолепном чувстве любовного дурмана. Ведь даже когда иногда животные отдаются этому потоку и вихре эмоций, они творят всякие безумства. Уж на что коты эгоистичные гады? Но куда им всем до нас? Ведь мы же люди. Венец творения. Это же именно мы придумали выражать все свои любовные чувства в прекрасных словесных переливах. Это же ведь только наши прекрасные нимфы из контакта и прочих одноклассников во имя любви копируют друг у друга такие задушевные статусы. Мне не нужен красавец. Мне не интересно твое лицо в комплексе. Мне важны детали. Твои ресницы, губы, как ты смотришь. Ну, или же любовь, как благоухающий цветок на краю пропасти. Но чтобы сорвать его, нужна смелость. Уж мы-то, люди, без сомнения знаем, что такое любовь. Любовь? Ну, это... Идиот. Ну, в общем, на этом все. Но на этой неделе увидимся на следующей. Меня зовут Пелемонов Борис. Это был Видеовынос. Любите жизнь. Она прекрасна. Пока. Пока-пока. Иди уж таблеток своих выпей.